итак всем привет с вами снова латуха мое очередное видео как всегда по плану после суток использования аппарата blue book picasso 4g я для него нашел чехольчик почти подходящий он чуть чуть меньше но с ним удобненько пользоваться в кармане не мешает объем не увеличивает но правда и не дает защиты при падении на торце но зато и звук не останавливает есть еще вот такие вот примочки которые очень понравились моим детям в общем вот ладно к чему я попользовавшись этим аппаратом где-то в районе суток сейчас яркость верну на ручной режим этого автомате она делает так что камере и плохо видно вот попользовавшись в районе суток во первых я начал это пользование с того что уперся в то что не работает android по и залез на форум этой ветки ой на ветку этой модели на форме 4pd обнаружил что есть новая прошивка понадеявшись на это я ее поставил не пользовал дальше уже с новой прошивкой заново все прокачал но уперся в одну фигню то есть так воды во первых узнал на форуме что только первые партии этого телефона были с пятитачечным мульти тачим здесь уже их только два это меня конечно не порадовало сейчас где у нас мультитач тест вот два есть это такие которые как всегда в центре если пересекать начинает немножко подлагивать периодически пропадать но это все двухтачечные экраны так устроен так второе все-таки что во что я уперся то что android buy у нас так и выпендривается причем никто не знает почему кого-то работает у кого-то не работает игрался с меню разработчика пытался что нибудь поговорить в инженерке ничего не понял думаю ладно оставим это на совести производителя потому что например все остальные платилки бесконтактные работают то есть если взять например яндекс деньги он без вопросов предлагает оплатить бесконтактным методом час ага то есть еще войти надо после активации заново забыл сейчас подождите секундочку просто я уже пару раз сбрасывал от греха пока гонял на самом деле больше суток пытался понять почему все таки android buy не работает а что сделать чтобы заработал зато замечу что блин понятно вообще почту другую вел так ладно сделаю паузу вспомнил пароль идем прогрузки программ ну вот видим Видим, что Яндекс.Деньги без вопросов согласны работать Как видите То есть вот они уже ждут терминала, проблем они никаких не видят Почему видят проблемы Android Pie, я не знаю Ладно, все, выходим Как видите, с вайпасом проблем нет Так далее, что я про него могу еще сказать Программульки работают относительно шустро Конечно, видно, что процессор не топовый Но на большое количество вкладок в браузере его, в принципе, хватает То есть многим вот это значительно, чтобы он в интернете не глючил В интернете все хорошо То есть вы видите, что все вкладки есть Между ними мы переключаемся Все работает Всякие там алишки, навигаторы и так далее, все пашет Кстати, по поводу навигатора Заметил, что он меня даже удивил Я привык, что процессоры такого поколения на улице При холодном старте включаются секундом через 20-30 Здесь он показал первые же два спутника буквально через 2 секунды До 10 спутников забил за 20 секунд То есть через 20 секунд полная фиксация при холодном старте Это меня порадовало Так, единственное, я не помню, скриншот-то делал? Нет Скриншот я не делал Точнее говоря, делал до очистки Потом у мозги сбросил Ну ладно Я надеюсь на слово поверить, что навигатор работает Но не забываем одно, что у китайцев бывает Поэтому при получении первым делом проверяйте До того, как подтвердите покупку То, что товар пришел Проверяйте все, что можно В том числе и навигатор Я у себя проверил, у меня он работает хорошо Далее, что еще мне понравилось в этом аппарате? Во-первых, передняя вспышка в камере Она реально работает Да, она не сильная, далеко не бьет, но работает Потом Задняя вздвоенная вспышка Это меня тоже порадовало И глазок камеры, кстати, вроде не супер большого размера Сейчас покажу Вот Но снимки делает, на удивление, неплохие Немножечко потестил И сейчас могу и показать Я издевался над растениями жены Сейчас наеду Я думаю, видно, что интерполяция не сильно все съедает Это фронталка При нормальном свете Это вот другое растение С большего расстояния То есть чуть-чуть подмазывает задний фон А там, где фокус есть, он там старается даже не мазать Где фокус попал Так, опять эти цветочки Я думаю, видите, что камера неплохо берет Просто вот статичная картонная коробка Это сквозь стекло Стеклопакета Тоже, по-моему, неплохо Это вечером Уже начинало смеркаться Солнце село От него остался только отсвет Телефон задумывается где-то на полсекунды То есть увеличивает выдержку Но кадр получается Это фронталка тоже Это я вечером После девяти вечера ходил Объект смотреть Так что вот так, господа Причем замечу, что Сейчас какой-то из них с HDR-ом был Вот этот Вот этот кадр с HDR А, по поводу экрана Вот Отклоняем, как хотите Изображение никуда не девается То есть искажений нет наружу Может быть на каких-то там определенных цветах Они и будут, но так их нет Что еще хочу сказать Скорость у камеры Меня тоже порадовало То есть берем Объект Наводим Нажимаем Готово Переводим в режим Видео Делаем паузу Меняем объект Снимаем с паузы Где тут Вот Еще немного снимаем И выключаем Теперь демонстрирую, что вышло Возвращаем громкость Алло Еще немного снимаем Ну как-то так То есть даже когда я говорю тихонько, шепотом Чтобы не будить своих домашних Все равно слышат Ну и само собой Это все можно добавить В инженерке Потому что, например, громкость Вот этого вот разговорного динамика Сейчас Вот Который тут находится Напоминаю, многие путают Якобы динамик тут Говорят Нет Тут Внешний миди динамик и микрофон А вот здесь Основной динамик И судя по всему Кстати, второстепенный микрофон Вот это я, кстати, так пока и не проверил А давайте-ка проверим Раз уж начали Начинаем Видеозапись Теперь проверяем левый микрофон Проверяем правый микрофон Блин, а проверить нормально по-человечески Это будет только на компьютере можно, по идее Хотя по громкости, в принципе, понятно Теперь проверяем левый микрофон Проверяем правый микрофон Наверное, оба работают На компьютере потом проверю Ладно На самом деле не столь важно Потому что я честно скажу, что аппаратик мне в этом плане понравился Но не понравился 11 часов 11 часов Я думаю, уже замечаете чем Вначале у меня заряд видели Можете перемотать видео на начало и посмотреть Посмотрите, сколько уже При замере тестером Ну, правда, я согласен, что я заряжал всего один раз Но при этом замере у меня вышло всего 2 ампера Ну и 40 миллиампер То есть 2040 миллиампер часов Мне извините Изначально они заявляли 2800 Потом где-то написали, что якобы 2500 Ну, блин, до двух понижать Не, я согласен Да, проверял Надя, него хватает Ну, блин, как-то уж слишком сильно врут Некоторые там на другие компании врут Когда они там 10% привирают Но тут уж больно много Ну, правда, аппарат 160 баксов С двумя гигабайтами оперативки Не самым плохим процессором Очень хорошими камерами В общем, как-то так По удобству, да, очень удобный В кармане не мешает Не то, что вот такие вот лопаты Прошу сравнить Соответственно, толщина Вообще все габариты Этот в этом плане неудобный Но зато тут аккумулятора хватает На два с лишним дня Здесь только на один Зато выглядит цивильненько Красивенько Тормоза в программульках Некоторые есть Но только когда очень много Программулик И лишь на этом роде Сейчас попробуем игрушку Если есть, запустить Я не помню, ставил я или нет А, вот поставил Сейчас на ней проверим Как тач работает И все Это будет конец нашего видео Напоминаю мне Это все первые запуски Потому что я им попользовался Потом сделал сброс За Android Pie Думал, починю Ни хрена сброса Его не починил И копания в настройках Пока тоже ничего не дали Так что, если вам не важен Android Pie То аппаратик можете брать Если вы Не хотите, чтобы он у вас Работал там несколько дней На батарейке Тоже можете брать Ну, в общем Нормально почти отрабатывает Все Я понял Я понял, как надо Я просто прикололюсь Проверяю Экстренно А тут поезда, понимаешь Попадается Работает Работает Так что тач Хоть на два касания Но адекватные По крайней мере Лучше, чем У Миром В несколько раз У Миромовскому тач Умерика не есть Ладно Хватит дурь Да, кстати Что я заметил Я был прав Что снизу Три точечки Это еще ни о чем Не говорит Кнопок там нет Видимо Была модификация С кнопками подэкранными В этом же корпусе Какого-то другого аппарата Но Здесь не оно Ну, я, короче Не имею смысла Больше о нем рассказывать Аппарат По функционалу Понравился Не понравилось То, что не пашет Android Pie По камерам Понравился Ну и не понравилось Потому что Аккумулятор все-таки Маленький Но зато аппарат Тоненький И легенький Он реально Так вот в руке В два раза легче Чем P2, например От BlackV Ну и аккумулятор Из-за этого 2 Ампера На первый По крайней мере Замер Может потом Чуть-чуть разгонится Ну, допустим Будет 2300 Ну, ни о чем 2800 обещано Я на это рассчитывал Вот так Это было Скажем так Маленькое видео Об аппарате BlueBoo Picasso 4G С двумя гигабайтами Оперативной памяти 16-ю накопительной Поддержкой Двух сим-карт Одновременной И карты памяти С очень хорошими камерами Но Посредственным Аккумулятором Всем пока До связи Надеюсь на подписку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok